Всем привет! С вами ваш переводчик Асылхан, и сегодня у нас реакция на гимн Казахстана. Честно, я никогда не слышал, чтобы наш гимн звучал так мощно и красиво. Всем приятного просмотра! Итак, как мы могли пропустить такое? Это гимн Республики Казахстан. Очевидно, он будет петь на своем родном языке, а я это просто обожаю. Эй! Какая прекрасная строчка. Я про вот эти слова, которые там были. Край мой родной, край мой родной. Я как цветок, взращенный тобой. Это говорит, что мои корни произросли в этой почве. Это то место, где я расцвел. Классно же получилось. И то, каким низким голосом он это спел. Я, конечно же, не смогу так же. Когда пою я, это звучит, как будто бы сигара застряла у меня в горле. И это выглядит, как какой-то турнир по боксу. А, это же Канело против 3G. Это же бой Канело и 3G. Я даже не знал, что он там пел. А кто из них из Казахстана? Навряд ли это Канело. Скорее всего, 3G. Это поразительно. Просто невероятно. Как же я люблю, когда он поет на родном языке. Это исходит прям... Прямо от сердца. Невооруженным глазом видно, как же он гордится своим народом. На это так приятно смотреть. Боже, какой же Казахстан. Какая прекраснейшая страна. Просто гляньте на эту красоту. Ведь это понятно, что нам показывают всю благодать казахской земли. Это же абсолютное великолепие. И это по моей части. Часами бы сидел и любовался Казахстаном. Я всегда настолько восхищаюсь теми, то, несмотря ни на что, несмотря на политическую ситуацию в стране, восхищаюсь людьми, которые до сих пор в единстве ради своего же народа. Это люди, которые с гордостью могут называть себя казахстанцами. И несмотря на все, что было ими пережито, несмотря на кровавую игру элит, в которой люди лишь только пешки, у них все равно есть вот это. Глубочайшая-преглубочайшая благодарность Земле, которая их родила. И это никогда не предастся забвению. И это важно, что такие личности, как Димаш, такие, как сказать, кумиры, выходят на большую сцену и говорят об этом. Ведь он не вытворяет всякие безумные, тупые выходки. Лишь бы попасть на первые полосы газет. Важно иметь вот это чувство национализма. Это то, без чего страдает большинство людей на Западе прямо сейчас. Они потеряли чувство национализма, где каждый сам за себя, и все стали такими светскими. Для них даже Бога не существует. И нет такого понятия, как быть патриотом своей страны. Для них это как будто бы что-то плохое. У каждой страны в мире есть своя история. И там есть и белые, и черные страницы. Но несмотря на это, важно, чтобы люди оставались патриотами и сохраняли чувство национализма. Потому что это чувство идентичности. Это чувство идентичности. Это то, как ты чувствуешь свой народ, свою страну, с которыми делишь одну землю. А если этого нет, то вскоре и не будет никакой страны. Через два-три поколения твоя страна разрушится, потерпит крах. Ее больше не будет на мировой арене. Вот поэтому важно, чтобы люди жили в единстве. Несмотря на политические разногласия, которые длятся вечно. Как же важно, что такие люди, как Димаш, или, например, большие голливудские звезды, не разделяли тех же политических взглядов и старались, наоборот, объединить людей. На Западе все больше, все чаще разделяют людей друг от друга. И это очень-очень хорошо, что Димаш говорит эти вещи. Ты казахстанец, и ты должен гордиться этим. Ты как тот самый цветок из гимна. А почва — это твоя страна, которая питает твои корни. И ты расцветешь. Несмотря на все трудности. Несмотря на риторику власти. Мы все равно все братья. И это стоит того, чтобы сохранить нашу землю. И это реально так. Это не что-то такое надуманное. И я всегда снимаю шляпу перед Димашем. Просто за все то, что он делает. Своей музыкой. Своей музыкой. До этого я смотрел многих людей, которые исполняют национальный гимн. Американский гимн. Гимн Великобритании. И все такое. Знамя, усыпанное звездами США. Но я всегда чувствовал, что мне не хватает какой-то страсти, когда они исполняют все эти гимны. Особенно, когда это делает какой-то артист. Они же просто делают свою работу. Им заплатили, они встали и спели национальный гимн. Но когда я вижу, как это делает Димаш, он там стоит и исполняет не просто закругленькую сумму. Он там, потому что он представляет свою страну. И это нужно сделать мощно, с чувством гордости. И с него прям сочится эта энергия, что ты не можешь сдержать этого человека. Он как сито пропускает всю страсть через себя. Это просто невероятно. Это как извергающийся вулкан. И я это просто обожаю. Он же и хочет этого. Хочет, чтобы люди почувствовали себя частью чего-то прекрасного, частью чего-то, что намного больше, чем они есть. И он доносит это чувство каждым движением своего тела. На это так потрясно смотреть. Я видел столько бесчувственных и мертвых гимнов, в основном исходящих из западного полушария, где им сказали просто покорно спеть это. Но этот парень не из робкого десятка. Ведь сердце должно дребезжать в груди, когда ты исполняешь главную песню страны. КОНЕЦ ПОРАЗИТЕЛЬНО! Просто послушайте вот это. Никто бы лучше не представил Казахстан, как Димаш. Вы когда-нибудь слышали, чтобы публика так шумела из-за гимна? Обычно же там мертвая тишина. За исключением пары хлопков. А тут толпа просто взревела. И люди, которые даже знать не знали Казахстан, кричали, «Так, так, так, а можно я тоже буду казахстанцем?» Почему-то... Почему-то я тоже горжусь Казахстаном. Я, лично я, хотя мною там даже не пахло. Я никаким местом не отношусь к этой стране. Но я почему-то горжусь Казахстаном. По какой-то неведомой причине. Наверное, из-за него. Продолжение следует...